МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на ТНТ. В студии Артем Рахматолин. Здравствуйте. Желто-коричневый снег вызвал беспокойство у березняковцев и жителей окрестных населенных пунктов. Снежный покров окрасился в минувшие выходные после дождя. Люди, встревоженные таким природным явлением, стали обращаться в различные службы. Информация о ржавом снеге в Березняках, говорят, дошла даже до губернатора края. Горожане стали выдвигать различные версии. Многие решили, что снег окрасился из-за выброса в атмосферу вредных веществ на одном из химических предприятий города. Сотрудники Роспотребнадзора провели исследование. В двух районах города были взяты пробы снега. Выбраны были две точки. Это Свердлова, 35, и Школа, 29. В этих двух точках воскресенья в первой половине дня был отобран снег, были проведены исследования, и по проведенным исследованиям никаких превышений гигиенических нормативов не выявлено. Соответственно, никакой опасности для населения города нет. Но, говорят, это весна просто. О том, что именно послужило и причиной для окраски снега в желто-коричневый цвет, пока неизвестно. О связи с этим событием некоторые интернет-сми вспомнили случай, произошедший в 1901 году в Кунгурском уезде. Тогда там пошел желтый снег. Оказалось, что он был окрашен африканской пылью из Сахары. Тем временем погода продолжает проверять на оперативность березняковских коммунальщиков. И пока благоустроители это испытание не выдерживают. Вчера город утопал в лужах, а за ночь улицы и тротуары покрылись ледовой коркой. Вот так аккуратно передвигались сегодня по улицам жители города. Аккуратно пройти по скользкому тротуару и не упасть – настоящее испытание, особенно для людей старшего поколения. Падала вчера, только упала. Где? Около поликлиники первой. Я прямо там на северной остановке слезть никак не могла, скатилась кое-как. Это же невозможно, хотя бы подсыпали бы что-нибудь. Это вышло из дома и сразу упало. Почему не подсыпают? В дворе упали? Да, это же невыносимо. И сколько я еще, ты видела, женщин падали, с детьми падали. Справедливости ради отметим, что некоторые участки коммунальщики все же посыпали песком. Но сделать безопасными большинство тротуаров им не удалось. Утром многие березняковцы попросту не дошли до работы. Скользкие дороги довели их до трамвпункта. Несколько десятков березняковцев обратились к врачам. Ну, сегодня у нас очень много обращений было. В основном это с утра, это где-то с часиков с 9 утра. Но это, наверное, связано с тем, что народ, наверное, пошел на работу. В основном это женщины преклонного возраста, старше 50 лет. Уже примерно около 6 переломов у нас уже было. Причем 5 из них где-то примерно было переломы со смещением. Потом еще несколько человек поступили с переломами ног. В основном это переломы наружных ладыжи были. К другим темам сегодня состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Почему на нем обсуждался вопрос о закрытии участка улицы Калийная и за что глава города обратился в прокуратуру на газовую компанию, расскажет Наталья Луначева. Заседание начали с данных мониторинга за ситуацией в городе и на провалах. В течение прошедшей недели сейсмические события, вызванные процессами разрушения в горных породах, не выявлены. В районе отработки коронавитового пласта на панелях переходного периода наблюдался низкий уровень сейсмической активности. Увеличение самих воронок не зарегистрировано. Скорости оседаний снизились, кроме территории возле АБК Башесу. Максимальные скорости оседаний по-прежнему сосредоточены на площади между восточным бортом провальной воронки номер 3 и автодорожным кольцом. Вот скорость расположена сюда, в какую сторону? В сторону гаража и АБК Башесу. Следующим вопросом на повестке дня стало состояние дома по адресу проспект Ленина 2 и здания 26-й школы. Учеными было проведено внешнее обследование этих сооружений. Состояние здания 26-й школы по результатам обследования расценивается как удовлетворительное. В расселённом доме были обнаружены множественные сквозные трещины в стенах и разрушение конструктивных элементов отделки. В связи с этим глава города принял решение поставить вокруг ограждение. Встал вопрос и от закрытия участка улицы Калийная, который находится рядом с этим домом. Улицу Калийную пока не закрывать. К следующему разу все подъездные пути к этому району с разных сторон. И надо понимать, как люди попадать будут в тот район, потому что мы отрезаем ещё и транспортное сообщение тогда практически. Далее обсудили вопросы по переносу теплотрассы ТЭЦ-10, которая находится в опасной зоне. Нормальный режим работы этого теплопровода нарушен уже давно. Нам надо этот трубопровод всё равно спасать. Мы без ТЭЦ-10 работать в городе, по крайней мере, ещё длительное время до окончания строительства Новоберезняковской не сможем. Поэтому принятие решения будет в мае. Также на заседании специалисты сделали заключение по результатам исследований опасных участков газопровода. К 11 участкам трассы, требующим конструктивных мер защиты, которые были отмечены специалистами в 2010 году, сегодня добавили ещё два. Эти два участка находятся вот в том районе, о котором я говорил на прошлом совещании. Это граница зоны 2 и 4, а конкретно в городе это район улицы Советская, ну в районе магазина Чайка. Вспомнили и про перенос участка газопровода, проходящего по стенам двух расселённых домов на Ломоносово 81 и Свободы 24. Газовики должны были сделать это давно. Но для переноса собственных коммуникаций сотрудники газовой компании попросили денег у города, на что получили прямой отказ. Это ваши газопроводы. Вам письмо, а дальше прокуратура. Почему вы это не делаете, почему в опасности газопровод находится? Это ваши дела. В город деньги дайте, мы перенесём. Молодцы! Если вы не понимаете этого вопроса или ваши руководители не понимают, ну что ж, давайте тогда официально примем решение. Я сегодня приму. Сделайте обращение в прокуратуру, пускай тренируются с ними. Представители прокуратуры глава города попросил не затягивать с вынесением решения по данному вопросу. Наталья Луначёва, Степан Некрасов, Новости на ТНТ. Половина пройдена. Участницы финала конкурса «Краса-2013» отметили экватор репетиций. Уже 6 апреля они будут бороться за корону победительницы. И там в ход могут пойти любые методы. А пока девушки устроили вечеринку как настоящие подруги. Подробности у Татьяны Александровой. Девочки, мы хотим вас поздравить с окончанием месяца. Вы успешно прошли обучение, половина обучения. Вы очень многого достигли, вы уже многое сделали. И вы все очень похорошели. Но, к сожалению, сегодня некоторые девушки из вас должны покинуть конкурс красоты «Краса-2013». Такой новости никто из конкурсантов не ждал. Все замерли в ожидании вердикта. Кто же должен покинуть конкурс буквально накануне финала. Но долго нервничать девушкам не пришлось. Девушки, сегодня никто не покидает фрэк. Все остаются. И сегодня вечеринка. Таким сюрпризом, испытанием на выдержку, организаторы конкурса решили отметить экватор подготовки к финалу. Участницы смогли отвлечься от репетиций и занятий. Девушки провели небольшую фотосессию на память. Написали пожелания друг другу на карте желаний. И просто пообщались как настоящие подруги. Каждая из наших участниц очень, мне кажется, испугалась. Я в том числе. Но, конечно, по окончании всего этого, когда наши организаторы все-таки сказали нам, что останутся все участницы, была просто огромная радость. Все были очень счастливы. Я вообще расплакалась, потому что с каждой из участниц мы очень подружились. В каждой из участниц я могу назвать свою подругу. Каждая стала для меня близка. Эта вечеринка прошла не просто так. Она дала девочкам эмоции, подбодрила кого-то. Кто-то отдохнул. И надеюсь, что они понабрали сил для дальнейших репетиций, потому что впереди еще предстоит сделать очень много усилий и очень большую работу над собой. Битва за титул «Красави» 2013 пройдет 6 апреля в 20 часов в ночном клубе «Семь». Генеральный спонсор конкурса – строительная компания «Промтехкомплект». Лидер на рынке строительных услуг. Генеральные партнеры – магазин детской брендовой одежды «Даниэль», бутик для настоящих монниц «Грейт Стар» и агентство недвижимости «Империя Плюс». Главные призы предоставлены генеральным партнерам с сетью ювелирных салонов «Драгоценная Орхидея». Татьяна Александрова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Оторвались по полной. В Усолье завершился фестиваль весны и ветра «Строгановская миля». Какие эмоции и впечатления получили участники от этих соревнований, узнала Наталья Луначева. 12 гонок курс-рейс, сотни опасных трюков в дисциплине фристайл и море позитива. И все это за 4 дня соревнований по сноу-кайтингу. В этот раз участие во всероссийских состязаниях приняли более 40 спортсменов из разных городов страны. Заметно прибавилось гонщиков из Березняков, что радует. Пермские гонщики себя показали очень хорошо, что тоже радует. Ну, вне конкуренции тут была Казань. Дважды два человека оказали первые места. Москва себя показала хорошо. И очень расширилась география. Меньше 11 городов участвовало в соревновании, что очень радует. Состязания проходили в два этапа. Спортсмены-гонщики сражались в дисциплине курс-рейс, где для победы необходима была только высокая скорость. Но чтобы стать лучшим в другой дисциплине, фристайл, этого было недостаточно. Есть такой критерий, как общее впечатление. Второй критерий из самых важных – это сложность трюка. Третий критерий с четвертым – высота, на которой все это исполняется, и динамичность. Гонки были очень жаркими, интересными. Мы провели максимум программы, поэтому соревнования очень понравились. Девушкам, а они боролись наравне с ребятами, победу из крепких мужских рук вырвать не удалось. Но березняковская спортсменка Ольга Контарева получила приз за упорство и волю к победе. Что касается моих личных впечатлений, результатов, ну, как вам сказать, все неоднозначно, так скажем, да. Но все, что я могла, свой минимум я выполнила, так скажем. Естественно, на своем каком-то уровне, то, что я откатала, я довольна, но мужчины сильнее оказались, это безусловно, это факт. Самых динамичных и быстрых награждали со всеми почестями. По итогам соревнований на высшую ступень пьедесталов стали сразу четыре участника. В дисциплине курс-рейс на сноуборде победу одержал Эльнур Латыпов из Казани. На лыжах Максим Шелковников из Москвы. Лучшими во фристайле стали Антон Ужегов из Перми и Артем Гораченко из Екатеринбурга. Наталья Луначева, Степан Некрасов, Новости на ТНТ. Им бы в небо около 25 мальчишек из Перми, Борды и Березняков приняли участие в краевых соревнованиях по авиамодельному спорту. За полетами наблюдала наша съемочная группа. Соревнования проходили в спортзале 17-й школы, ведь эти самолеты просто не могут летать на открытом воздухе. Их сдует даже слабый ветерок. Вес одной такой модельки – несколько граммов. Главное в этом виде спорта – правильно запустить летательный аппарат. Всегда один и тот же момент – это чем дольше, тем лучше. То есть надо пролететь модели как можно дольше, и за каждую секунду полета участник получит одну очку. Модели имеют разный вес и разный размер. Спортсмены привезли на соревнования два типа самолетов. Так называемые чемпионские – их вес 1 грамм и размах крыльев 50 мм. И самолеты для начинающих – они в три раза тяжелее, и размах крыльев у них почти полметра. Как раз такой самолет у Давида Димурия. На соревнованиях он впервые. Я хочу просто попробовать. Это вот самолет моего друга. Модель сделана, видно, из миллиметрового пенопласта. Она без названия. А вот Даниил Желомкин уже не первый год участвует в соревнованиях. Говорит, что влюбился в самолеты с первого взгляда. Когда я в первый раз пришел в Центр научно-технического творчества, подошел к выставке, куда пойти, и выбрал авиамодельную. Сначала были трудности, детали разные делать. Иногда не получалось, иногда получалось. Ну и так понемногу собирается в самолет. У меня папа летчик, я с детства интересуюсь всем этим. Мне очень нравится. Вообще сложно создавать вот такие модели? Довольно сложно, да. Какие сложности остальные у нас при создании? Ну это склеивание мелких деталей. И нам нужно по аэродинамической форме все угадать. По итогам этих краевых состязаний первые места заняли Березняковские юные пилоты. Они будут представлять наш регион на всероссийских соревнованиях по авиамоделированию. Михаил Якунин, Алексей Марочкин. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и программа территории безопасности. А я прощаюсь. С вами был Артем Рахматолин. Всего доброго и только хороших новостей. Пора задуматься над покупкой кондиционера. Компания технологии климата начинает продажу кондиционеров по зимним ценам в рассрочку без участия банка. Кондиционер всего за 9 тысяч рублей. Это реально. Советский проспект 2. Левый пристрой строймаркета Агроснаб. В Березняках 20 марта облачно, небольшой снег, температура воздуха ночью минус 11, минус 13 градусов, днем 10-12 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 5 метров в секунду. Информация предоставлена центром ФОБОС. Цена кондиционера зимой 9 тысяч. И беспроцентная рассрочка на 3 месяца без участия банка. Левый пристрой строймаркета Агроснаб. Советский проспект 2. Телефон 292599. Китайской машине запчасти нужны? Вы срочно в партнер заехать должны. Скорость поставок оцените лично. Партнер. Для машины выбор отличный. Запчасти для автомобилей Лифан. Фотом, Черри, Бит, Грейт, Вулл. На Веры Бирюковой 7. Офис 108.